МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Вести детально в студии Наталья Пухова и в начале главной темы выпуска. Теперь 333 года, как Сызрин отметила День города. Барабаны мира, группа лицеи и многое другое. Нефтяники отметили профессиональный праздник у Ледовой арены. Это уже традиция. Как прошел казачий праздник в честь Донской иконы Божьей Матери, узнаем в рубрике «163 секунды». Минувшие выходные наш город отметил 333-летие. Однако начались праздничные мероприятия еще вечером в пятницу. В драматическом театре прошло торжественное собрание, где не только говорили об итогах развития нашего города, но и награждали. Кого и чем, Анатолий Волошинский расскажет обо всем по порядку. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ От сентября до сентября было сделано немало. По показателям инвестиций Сыдрань вошла в тройку лидеров среди округов Самарской области. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2015 года составил 17 миллиардов рублей. Николай Лядин рассказал о строительстве в городе социальных и спортивных объектов, об успешной работе градообразующих предприятий в этом году. Объем отгроженной продукции промышленного производства по сравнению с 2014 годом увеличился на 1,2%. Собрание было красочным и торжественным. По решению городской думы звание почетного гражданина Сыдрани присвоено Галине Широковой. Врач-онколог провела свыше 10 тысяч операций. Заслуженных работников города зал приветствовал стояк. За многолетний и добросовестный труд были награждены более 40 человек. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально. Главные торжества в честь дня города начались в субботу с самого утра. Организаторы приготовили для горожан насыщенную программу. Многим гостям запомнились богатырские бои. Можно было не только посмотреть на поединки, но и почувствовать себя настоящим русским богатырем. Впрочем, было не только это. Слово Илье Волкову. Празднования 333-летия Сызрани начались с размахом. На площади перед Сырынским Кремлем развернулось историческое сражение. В город приехали настоящие русские богатыри. Прежде всего, чтобы все люди увидели нашу историю, как бились богатыри, как на самом деле тяжело натянуть лук и попасть в мишень, как говорится. Как тяжело кинуть топор и копье. Тут же в честь праздника осветили недавно открывшийся памятник градоснователю Сызрани воеводе Григорию Козловскому. Есть очень древние традиции в православной церкви совершать благодарственный молебен. Мы часто к Богу обращаемся с различными просьбами. Мы просим о том, чтобы Господь даровал и здоровье, и милость, и радость. Но получая это, мы должны не забывать еще и Бога, благодарить за все то, что от него имеем. В день города мы благочинные Сызранского округа, протерей Григорий, с духовенством отслужили благодарственный молебен, дабы от имени всех жителей поблагодарить за милости и, конечно же, спросить такого благоденствия и на следующий год. Сызрань стала на год старше. Важность этого события отметили городские власти депутаты губернской думы. Сызранцы подарили для Сызрани очень много подарков. В первую очередь мы находимся здесь, на нашей исторической площади, у Кремля. И самый главный подарок сегодня для жителей города Сызрани – это памятник Козловскому, памятник основателю города Сызрани. Сегодня для города Сызрани самый главный праздник – День города. И вот в этот праздник, конечно, сегодня произошло освещение памятника нашему воеводе Григорию Козловскому. И это знаковые события. Надо отметить, что город Сызрень – самый привлекательный город Самарской области, потому что на самом деле много исторических памятников. Поучаствовав в русских народных забавах, зрители отправились на городскую площадь. 333-летие Сызрани отмечается здесь, на главной площади города, с настоящим размахом. И у каждого есть возможность оставить свой след на этом празднике. Развлечений на дне рождения Сызрани было более чем достаточно. Свои показательные выступления продемонстрировали спортсмены. Зрительские восторги собрала площадка спасателей и пожарных. Для детей работал город Вдохновение, где можно было поиграть в шахматы и даже построить самолет. Мы пошли, увидели, что здесь делают самолеты, и увидели, и захотели тоже сделать самолеты. У меня хорошее настроение всех с праздником и с днем города. Традиционно ко дню города открылась выставка продажа сельскохозяйственной продукции «Дары осени». Здесь можно было даже отведать местного винограда. Ну а пока шла дегустация, на главной сцене гостей развлекали воспитанники Федерации фитнеса и робики. Нам очень понравилось. Я нисколько не пожалела, что мы с внуком пришли сюда. Я просто в большом впечатлении. Столько приятно. Мы полазили, видели, что такое МЧС наше, Сызранское. И у нас сложилось очень хорошее впечатление. Полазили по машинам, посмотрели технику. Праздник великолепный. Мне понравилось. Тут очень весело. И детям ей заняться, и взрослым. Я надеюсь, всем понравится. Илья Волков, Сергей Инкин. Весть детально. Не менее насыщенной оказалась вечерняя программа «Празднование дня города». В социальных сетях Сызранцы делились видеороликами и фотографиями салюта, который прогремел в субботу вечером. По отзывам в сети интернет он впечатлил многих гостей. Было на что посмотреть и до салюта. Марина Дмитриева расскажет. Чувство страха этим парням кажется незнакомо. Стандрайдеры из Самары и Тольятти на квадроцикле и байках устроили зрелищное шоу в центре города. Экстремалы запросто ставили своих железных коней то на передние колеса – это трюк стоппи, то на задние вилли. Гонщики отрывались по полной программе, демонстрировали виртуозное владение техникой и кружили на мотоциклах, как фигуристы на льду. Квадроцикл гонял на задних передних боковых колесах, а то и вовсе ехал рядом со своим владельцем. Малейшая ошибка стандрайдера может обернуться травмой, поэтому эмоции, рассказали гости, у них всегда под контролем. Райдер, который выполняет трюки на мотоцикле, должен быть предельно сосредоточенный. Никакого адреналина, в принципе, я не испытываю, потому что любой адреналин выводит из-под контроля ситуацию. Зато у зрителей адреналин чувствовалось, зашкаливал. Сызранцы аплодировали каждому трюку. Ну, очень классно сегодня выступление. Это прекрасно. Вот я был позапрошлом году на таком же выступлении, народу было не так много. А вот сейчас людей столько много, всем интересно посмотреть на это действие, как парни катаются. Ну, очень классно вообще. Я думаю, всем очень понравилось, потому что действительно зажигательное шоу. Это рев моторов, это горят покрышки, то есть, ну, эффектно очень, да. Я думаю, нужно чаще такие шоу показывать, и народ будет тянуться к этому. После часового байк-шоу Сызранцы отправились за музыкальными впечатлениями. Традиционным местом вечернего празднования для города была площадь перед драматическим театром. Люди гуляли, фотографировались, танцевали. Главным подарком стала большая концертная программа с участием местных творческих коллективов и специально приглашенной московской группой «Партизаны-ФМ». Артисты в казачьем облачении фланкировали шашкой, танцевали кадриль с горожанами, пели народные песни. До начала выступления партизаны поздравили Сызрань с 333-м днём рождения. Сызрань с днём рождения! Когда песни были спеты, к горожанам обратились Николай Лядин и депутаты Самарской губернтской думы Евгений Серпер и Владимир Симонов. Город сегодня развивается у нас динамично. Мы построили сегодня ледовый дворец, мы отремонтировали театр, мы сегодня открыли памятник воеводе Козловскому, основателю города Сызрани. И много-много других дел сделали наши промышленники. День города – это прежде всего праздник жителей. И сегодня мы видим, что наш город становится год от года только краше. И дата у нас сегодня замечательная – 333 года. Я надеюсь, что вместе мы с вами сможем его сделать ещё более развитым. Сызрань – исторический культурный центр. Сызрань – самый привлекательный город в Самарской области. Да здравствует Сызрань! Завершил праздник красочный салют, фотографиями которого сызранцы активно делились в социальных сетях. Марина Дмитриева, Дмитрий Медведев, Евгений Воронов. Вести детально. А сейчас пришло время узнать сразу о нескольких новостях за 163 секунды. В Тольяттинке, завоевавшей золото на Олимпиаде в составе сборной России, встретились с губернатором и самарскими журналистами. За спортивные достижения спортсменкам вручили сертификаты номиналом 4 миллиона рублей. А старшему тренеру сборной команды России по гандболу, главному тренеру гандбольного клуба «Ладо» Ливону Акопяну сертификат на 2 миллиона рублей. Эта победа важна и для региона, и для всей страны. Во ближайшей ситуации прессинг, давление и все остальное, несмотря ни на что, мы выиграли. И очень важно, что выиграли. Мы выиграли в командном меме спорта. Это тоже исключительно важно. Уже на пресс-конференции с журналистами чемпионки делятся планами на дальнейшее спортивное будущее. Ольга Акопян и Ирина Близнова после игр думали о завершении своей карьеры. Однако ответ на вопрос, расставаться ли с гандболом навсегда, ни одна из четверых точно еще не дала. Золото в Рио для женской гандбольной сборной России стало первым в ее истории. Ранее золотые медали завоевывала только сборная СССР на Олимпиадах 1976 и 80-х годов. В 2008-м россиянки стали вторыми. Теперь же до Токио 2020 года российская команда сильнейшая на планете. Православный казачий праздник Донской иконы Божией Матери уже традиционно прошел в казачьем сквере, недалеко от часовни во имя всех святых. Как всегда, праздничный вечер начался с полчасового богослужения. Настоятель храма Казанской Божией Матери, отец Григорий, рассказал собравшимся гражданам об истории праздника Донской иконы, покровительницы казачества. После казачий детский духовой оркестр дал небольшой концерт. По традиции на территории сквера работали различные интерактивные площадки. Организаторы порадовали зрителей показом боевой техники и парашютов, выставкой оружия и старинного снаряжения. Каждый желающий мог примерить на себя старинную богатырскую кольчугу. Также на интерактивных площадках было представлено оббундирование разных войск российской армии. Для горожан юные казаки продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою. В завершении праздника уже традиционно сызранцам ждала полевая кухня с настоящей солдатской кашей и сладким чаем. Любимому городу посвящается. В Краеведческом музее открылась выставка, на которой представлено около 300 экспонатов, созданных местными художниками и мастерами декоративно-прикладного творчества. Картины и графика – деревянные зодчества, вышивки и поделки из различных материалов. На церемонии открытия, приуроченной ко дню города, в Даркараеведческом музее передали уникальную почтовую марку. Я выполнила просьбу Альберты Серафимовича Аркина, которая является автором памятника основателю сызране Григория Анастасия Козловского. Марка выпущена очень ограниченным тиражом в городе Санкт-Петербурге. Тираж этой марки составляет всего 10 экземпляров. Особое место в экспозиции занимают куклы. Среди авторов поделок очень много новых имен. Свои работы в музее представили более 80 мастеров. И мы продолжаем праздничную тему. В минувшие выходные вместе с сызранью день рождения праздновала компания «Мегафон». В Самарской области она работает 15 лет. Свой праздник подарки компания дарила гостям, которые пришли ее поздравить. Что за подарки, сейчас узнаем. В день города компания «Мегафон» преподнесла жителям Сызрани поистине оригинальный подарок. Целый городок с необычными интерактивными, мультимедийными, творческими и даже экстремальными площадками. Мобильная площадка стала центром внимания горожан абсолютно разных возрастов. Любители приключений смогли переместиться в виртуальную реальность, надев специальные очки. Развлекательная площадка была разбита на несколько зон. Любителям фото предлагалось сделать тематический снимок и тут же его распечатать. Также можно было отдохнуть в лаунж-зоне и протестировать кастомизированные, созданные под конкретного потребителя, гаджеты. Любителям эстетической красоты в это время рисовали аквагрим. Праздник получился ярким и по-настоящему теплым. В адрес оператора мобильной связи звучали слова благодарности и искренние пожелания от его преданных абонентов. Досколетия, прежде всего, а всем работающим доброго здоровья, сил, творчества и, конечно, развивания. Чтобы развивались и как можно дольше была эта компания. Да, уже очень много лет, 15 как раз и пользуюсь. С самого, наверное, начала открытия не меняла ни тариф ни разу, ни оператора. Мегафон процветания, успехов и ярких событий, и прекрасных клиентов. Мы любим мегафон! Наталья Пухова, Кристина Солодкова, Евгений Воронов. Вести детально. В воскресенье 4 сентября праздничную эстафету подхватили сызранские нефтяники, которые пригласили всех на свой профессиональный праздник. Он прошел у ледовой арены. Хедлайнером праздничного концерта стала группа лицей с солисткой, которой пообщался наш корреспондент Максим Попов. Впрочем, гостей ждал не только концерт. Интерактивные площадки, аттракционные, аквагрим, квадроциклы и гироскутеры. Так, в первое воскресенье сентября начинался праздник «Сделано из нефти». Сугубо профессиональный день нефтяника в Сызране уже давно перестал быть только корпоративным мероприятием и перешел в разряд общегородских. Мы не только испытываем гордость за выбранную нами профессию, мы еще и слышим много приятных, теплых слов от людей, которые доверяют нашему труду, которые не мыслят в своей жизни без продукции, которую мы производим. Вспоминали в этот день и страницы истории развития нефтяной промышленности в нашем городе. Именно здесь, в Сызране, впервые в 1936 году была открыта скважина нефтяная промышленная, и это положило началу нефтедобычи в Самарской области, а в то время называли это Второе Баку. Лучшим работникам Сызранского нефтеперерабатывающего завода вручили отраслевые и корпоративные награды. Тут же прямо на сцене прошел обряд посвящения в нефтяники. Молодые специалисты получили напутствие от руководства завода и прочли торжественную клятву. Соблюдать технику безопасности и культуру производства. Клянусь, принимать активное участие в работе Совета молодых специалистов. На сцене один за другим сменялись музыкальные и хореографические коллективы. Экстримы добавили трюковое шоу Джоли Джамперов. Слабо нервным просьба прикричить глазки. Ну а все остальные, друзья, давайте поаплодируем. И есть! Не оставили равнодушными Сызранцев и представители велофристайла. С часовым концертом перед собравшимися зрителями с каверами на известные хиты популярных групп выступил коллектив «Санитарный день». А под занавес праздничного вечера горожан порадовали своим творчеством столичные гости. Вас не слышно еще, правда? Три-четыре! Встречаем дупольцы! Легендарное трио во главе с неизменной солисткой Настей Макаревич исполнило свои лучшие хиты. Мы поздравляем всех нефтяников так держать. Вы устроили прекрасный праздник. Это здорово! Спасибо! Поздравляем! Завершилось празднование Дня нефтяника традиционным праздничным салютом. Максим Попов, Евгений Воронов. Вести детально. Как Сызранцы провели праздничные выходные, об этом они расскажут в рубрике «Хочу сказать». Потом эфир продолжит дежурный по городу Кристина Солодкова. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. К сожалению, мне не удалось прийти на День города, потому что я была на работе, но удалось посмотреть салют. И в этом году он вроде был нормальный. Много чего видел. Видел выступления мотоциклистов. Очень понравилось. Впервые вообще такое видел, поэтому меня заинтересовало. Запомнилось все. Было очень интересно. Там мото-представление было, салют очень красивый. Вообще много всего было. Обычно салют очень нравится. Он очень шикарный. Прям вообще бубух. Бубух. Очень красивый. Салют был очень классный. Я получила очень много положительных эмоций. Можно было оставить свой след. И салют был очень классный. Вот, мне очень понравилось. Программа изумительная. Ну, плюс еще, конечно, «Партизан-ФМ» просто удивил народ. Замечательные кубанские песни. Такой восторг. Такое получила. Удовольствия давно такого не было. Замечательно просто. Праздник удался. Здравствуйте. В рамках очередного рейда представители коммунальной службы и представители прокуратуры под зачистку коммунальной техники попало бетонное заграждение во дворе дома по улице Акифьева, 45. Бетонной плитой свой двор жители переградили несколько лет назад, чтобы не ездили лихачи. Впрочем, в случае беды это препятствие доставляло дополнительные проблемы для скорой и пожарной службы. Также в ходе данного рейда был установлен факт складирования железобетонного блока на межквартальном проезде, который препятствовал свободному проезду спекттехнике, как пожарной, скорой помощи, которая необходима в случае экстренного вызова. Также спекттехника и Копром у нас были приняты экстренные меры по его демонтажу. Также в ходе сегодняшнего рейда еще одно нарушение в содержании городской территории зафиксировали в районе железнодорожного вокзала. Рядом с контейнерной площадкой складировался бытовой мусор. К ликвидации нагромождения спецтехника приступила незамедлительно. Под удар попали также и заросли вдоль защитного экрана железной дороги. В районе железнодорожного пешеходного перехода станции Заремпира, где был установлен факт, не надлежащего содержания контейнерной площадкой, нами сразу же приняты меры по ликвидации данной свалки. То есть спецтехника с МОП и Копром у нас вывозит данный мусор. Подобные рейды специалистов Комитета жилищно-коммунального хозяйства совместно с представителями прокуратуры проводятся регулярно. А на этом мы сегодня заканчиваем. Будьте аккуратны. До встречи.